Виталий, приветствую тебя! В начале очередной торговой недели мы с тобой по традиции начинаем пятидневку после пятницы. За минувшие выходные опять же смотрим на то, что на финансовых рынках есть. В плане фундамента ты делишься техническим взглядом. Очень хорошо у нас получается. Опять же, это видно и по комментариям. Тебе за это большая благодарность. Ну что, очередной забег на пять полноценных торговых сессий. Давай начнем с меня, с фундамента, с фундаментальной вводной, потому что она важна, друзья. Мы как раз с Виталием очень хотим, чтобы у вас было всестороннее представление о том, что на рынках происходит, чтобы были хорошие условия для принятия решений. Ну и, разумеется, делимся с вами наблюдениями и тем интересным, что удается найти. Так, момент сейчас. Так, давай начнем с индекса доллара, безлюбленного актива. Очень мне нравится, как индекс доллара сейчас себя ведет. Я думаю, что нравится не только мне и всем продавцам, которые давно поставили на уязвимость этого инструмента, увидев причины негативного воздействия на него из-за вот этих мер экономического стимулирования, того, что еще будет в плане доп. решений по новым пакетам помощи от Конгресса, от Белого дома, до в целом от властей. Конечно же, трейдеры сейчас следят за тем, как обстоят переговоры по уже четвертому раунду стимулов. Цифры разные. Я думаю, что вот последняя информационная сводка, то, что сейчас обсуждают 1,8 триллиона, это вброс такой новостной, который был сделан Трампом еще в конце прошлой недели. То есть он готов подписаться под таким пакетом стимулов. Вопрос теперь за тем, какое решение примут демократы и, в частности, лидер Палаты представителей Нэнси Глосси, потому что именно она, на мой взгляд, и вставляет основные палки в колеса, потому что хочет, чтобы было все так, как можно было бы вывернуть в пользу демократов, а не республиканцев. Но учитывая то, что на носу президентские выборы, понятно, что каждый топит за своих и отстаивает свои интересы. Друзья, если вы следите за нашим, с Виталием, аналитическим творчеством, вы знаете то, что я доллар продаю, и у меня простая аргументация, простая позиция, что мы его продаем сейчас на ожиданиях вот этого потенциального решения от Конгресса, которое неизбежно, потому что чем больше оттягивается факт притока, прихода на рынок дополнительной ликвидности, тем больше тухнет потребительская активность. А с затуханием потребительской активности мы видим то, что слабеет в целом вся экономика. Макроэкономическая конъюнтура не улучшится без дополнительных денег. Невозможно сейчас вернуть всех, скажем, за рабочие станки, вернуть всех на работу. На это понадобится очень много времени. А пока у людей нет возможности зарабатывать деньги практически трудом, нужно искусственно поддерживать эту потребительскую активность чеками, рассылаемыми всем, кому они нужны. Поэтому я считаю, что вот эта обещанная инициатива Трампа о дополнительной поддержке на 1200 долларов на каждого, она будет поступить на рынок уже, возможно, до 3 ноября, то есть до президентских выборов. Поэтому я думаю, что мы сейчас по индексу доллара набираем обороты на развитие еще большего снижения и в конце концов обновим минимумы более чем за год и окажемся ниже 92 пунктов. В то же время хочу отметить, что сейчас, друзья, если вы раньше не продавали американскую валюту индекс доллара, возможно, прямо вот с текущих уровней заходить не стоит. Я думаю, что будет локальная коррекция и уже, вероятно, даже на следующем эфире с тобой, Виталий, я какую-нибудь конкретную идею предложу. А вот что касается европейской валюты, в прошлый раз мы очень удачно вошли в позицию с отметки 1,1740, сейчас копировка 1,1820, мы уверены движемся в рамках восходящего канала и тоже все понятно по евро, потому что снижается курс доллара, ну как евро может слабеть вместе с ними. Нет, конечно же, риск сейчас растет, опять же, потому что все ждут новые деньги. Деньги лечат любые болячки и способствуют именно аппетиту к рисковым инструментам. Идея тоже, в принципе, простая, как и в прошлый раз. В случае коррекции, которая вполне возможна, ни один тренд не может развиваться в одном направлении. Периодический переход инициативы – это нормально. Может. Может, скажем, вот когда входишь в контртренд, да, без стоп-лосса, усредняясь, тогда тренд может идти без коррекции, допустим, месяц, месяц-два и, скажем, маржин колл приходит. Да, согласен, то, что тренд может идти без коррекции, когда трейдер находится в неверном направлении рынка. Вот это, да, закон подлости и все на свете здесь, против него играет. Но сейчас мы давай будем говорить о высоком, о хорошем, о позитивном, не об убытках, которые, конечно же, поджидают каждого трейдера, который неадекватно работает с риск-менеджментом, игнорирует все технические, фундаментальные факторы и даже принимая неверные решения, почему-то продолжает читать, что трейдер позволит ему отыграться. Как правило, конечно же, в таких ситуациях нужно пересматривать свое отношение к рынку и резать лоси, убытки, когда они еще небольшие. Возможностей на рынке всегда очень много, поэтому ничего страшного, друзья, если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, не берите в голову, закрывайте позиции, будет еще возможность отыграться. Вернемся к евро-доллару. Я предлагаю сделку тоже, как и в прошлый раз, байли-лимита в данном случае с отметки 1,1780, 1,17, даже можно пониже опустить. В диапазоне, скажем, 1,1770, 1,1780. Тоже в качестве стоп-лосса возьмем, давайте, 40 пунктов, ну, раз уж будем входить с отметки 1,1770, 1,1730 – это стоп-лосс. Ну и ждем уже ухода пары в район верхней границы вот этого восходящего канала, движение выше отметки 1,197. И еще, Виталий, я сегодня хотел предложить тебе, если у тебя есть какая-то точка зрения, видение по рынку нефти, будет неплохо, если нет, ну, ничего страшного, в следующий раз будет. По рынку нефти сегодня идея покупка, даже несмотря на то, что сейчас по фундаменту может показаться, что очень хорошие условия для снижения, потому что и с забастовкой норвежских нитянников, можно сказать, уже все позади, договорились по зарплатам, и производство нефти уже начинает набирать прежние обороты. То есть риска того, что минус 1 миллион баррелей из Норвегии, этого риска уже нет. По поводу урагана Дельты, он тоже ослабевает уже, я думаю, что еще несколько дней, и мы, в принципе, о нем благополучно забудем. Но есть еще один важный момент – это доллар, который влияет на рынок нефти. И пока у нас вообще нет никаких предпосылок говорить о том, что американская валюта может развернуться, фундаментально, безусловно, сделаю оговорку, то я предлагаю все-таки попробовать еще бренд дожать с позиции покупок и до 45 долларов за баррель. Поэтому сделка сегодня бай-стоп с уровня 42,60, при этом стоп-лосс давай поставим на отметку 41,80, а тейк-профит в район 45, даже 45,50. Но это почти нереальное движение за три дня, получается, в следующую среду мы с тобой увидимся. Но все-таки почему бы и нет, учитывая то, что на повестке остается такой важный фон, как потенциальные меры стимулирования, которые могут очень сильно повлиять на доллар, ну и, разумеется, на позиции всего риска. Виталий, на этой ноте тебе передаю слово. Так, всех приветствую. Видно рабочий экран? Да, видно. Итак, давай поговорим о тех идеях, которые мы в прошлый раз обсуждали, которые я давал. В принципе, по нефти есть у меня, скажем, какое-то мнение, оно противоположное, ну посмотрим. Там не сильный сигнал, но что-то можно сказать. Дальше. В прошлый раз я давал рекомендацию о покупке доллар-иена. Это было в прошлую среду, мы торговались на этой отметочке. Утром 105.70 с копейками, 75. Вот здесь мы торговались. Давал рекомендацию в лонг со стопом за минимум четверга, получается, вторника. Рассчитывал, что инструмент пойдет чуть выше. Он, в принципе, неплохо сходил, там около 40 пунктов, учитывая, что это в средний ЭТР по доллар-иене, то мы дневное движение свое сходили. Я ожидал, конечно, повыше, в район там 106.50. Писал в комментариях под прошлым видео, которое выложено на Маркетс YouTube-канале, что желательно часть закрыть. Я писал там или в четверг вечером, или в пятницу, точно не помню, поставить сделку без убыток. Видим, что мы вышли по без убытку. Пока не пошли в среднесрочном вверх. Я еще ожидаю доллар-иену вверх глобально, но пока точек хода я не вижу. Возможно, если мы будем падать пониже, где-то в район 105, там уже я буду смотреть, как мы туда подойдем, что нарисуем. Возможно, с текущих уйдем, но пока доллар-иену не трогаю. Дальше. Что у нас еще было? Давал комментарий по евро-доллару. В среду говорил, что присматривайтесь к возможным продажам, но рекомендации я не давал. Сам я, уже это получается среда, сам я советовал своим ребятам продавать вот здесь евро-доллар. Это получается, да, 7 октября в среду вечером я определился, что возможно продавать. Мы там покупали доллар-франк, конкретную рекомендацию давал своим подписчикам. Евро-доллар просто совет был, что он смотрится вниз. Локально он отпадал, и после того, как мы отбились, скажем, по евро-доллару от этого поджатия, плюс сформировалась неплохая модель в лонг, мы перевернулись по евро-доллару и вечером его купили. И на текущий момент мы уже закрыли процентов 70 позиций по евро-доллару. Почему? Здесь присутствует по евро-доллару на четырехчасовом фрейме такая дивергенция, скажем. И она присутствует также на индексе доллара и по доллар-франку. Вот на этих, это трио такое, которое я люблю торговать. И не исключаю, что мы по евро-доллару уйдем на коррекцию, возможно, в сторону твоей лимитки на покупку, возможно, и, скажем, среднесрочно вниз на обновление 1.16 и ниже, там 1.15, 1.14. Ну, об этом пока рано говорить. Есть только дивергенция, а нет сильной дневной модели, которая будет показывать о шарте по евро, какая это сильная модель. Это нужен сегодня импульс вниз хороший, потом такая небольшая проторговка несколько дней для снижения. Потому что у нас присутствует сильное поджатие, сильный такой локальный тренд. Ну, он идет по евро-доллару глобальный, но я имею в виду за последние две недели. Вот последняя дивергенция, когда мы с тобой обсуждали евро-доллар в конце сентября, вот здесь смотрим, мы развернулись по евро-доллару с этого минимума на 200 пунктов. Поэтому не исключаю с текущих снижения. Поэтому я рискну, скажем, это такой слабенький сигнал с минимальным риском, имею в виду по отношению к депозиту. Это шар с текущих, это 1.18.15. Со стоплосом давайте еще поставим чуть побольше. Это 1.18.55, потому что мы можем как с текущих падать, так можем и подрасти. Но это очень рискованная сделка, она основана только на дивергенции, на каком-то локальном паттерне, больше ничего. Мы с ребятами пока сидим еще в ланге, там 30% позиций без убытки с этот минимум. И будем уже, скажем, переворачиваться к более сильному сигналу. Это что касается евро-доллара. Индекс доллара, он аналогичный евро-доллару и доллар-франк. В зависимости от того, что торгует. Индекс доллара без свопов можно в обратную сторону. И по нефти, скажем, лонг возможен, но лонг я бы уже больше работал, если будет пробой. В принципе, что бренд, что лайт. Давайте я лайт затрону. Она находится в таком канале, который имеет два минимума. Это в районе 36 и два какие-то локальные хаи в районе 41.5. Поэтому моя рекомендация будет, скажем, мнение, да, мнение по нефти, что у нас есть шанс снижения к нижней границе. В текущих, конечно, продавать рискованно. Почему? Потому что мы достаточно далеко до границы, большой стоп. Ставить маленькие стопы здесь нет смысла. Если мы поднимемся, это в район 41, можно продать со стопом за вот эти хаи по 42. Можно продать нефть с учетом, что мы будем снижаться. И детально следить за этой зоной 41.5, что мы будем возле нее делать. Будет идти на пробой. Посмотрим. Ну, пока я там за какое-то снижение в рамках вот этого канала. И, возможно, в какой-то такой среднесрочной перспективе, несколько недель, мы можем пойти на хорошее снижение. Потому что у нас здесь в начале сентября прошел какой-то импульс сильный вниз. Если это все-таки коррекция, то мы можем уйти пониже, там, в район 30, как вариант. То есть это пока мое мнение по нефти. Марки Light и Brent, они там аналогичные. И евро, доллар, возможное снижение. Виталий, спасибо тебе за точку зрения. Ну что ж, следим. Тогда увидимся с тобой в следующую среду. Обсудим, как что там на рынке произошло, как себя повели евро, нефть. Я думаю, как всегда, будет интересно. Тебе хорошей торговой недели, как и всем, друзья, вам, кто следит за нашим совместным контентом и торгует вместе с нами. Виталий, спасибо тебе и пока. Пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok